против Тим Фридом. Ух, ну что можно сказать сразу же. Первое, Шазам занимает на данный момент в рейтинге Голосу Геймерс 24 место, а вот команда Фридом 64. Но вот по поводу команды Фридом сразу хочется отметить, что там играет Икс Майк, всеми любим. Про Шазам, я думаю, все и так, в принципе, очень много всего знают. Отыгрывают они вообще, в принципе, очень даже неплохо. Ну, честно, Икс Майк это такой любитель публики, поэтому, я думаю, поддерживать его тоже будут достаточно тепло и так далее. Пики, баны, дорогие друзья. Алхимик в бане. Это, наверное, самый не то что неожиданный пик во многих играх этого мажора, но, тем не менее, я, например, не ожидала его видеть так часто и так много. Если, например, в той же Азии, вообще Китае, это был достаточно распространенный пик, то вот Европа, Америка, мне казалось, будут играть без него. Но я ошибалась. Ничего страшного. Я, может, даже... Хотя нет, вообще страшно. Я этого героя не очень люблю. Мне кажется, что он немножко дисбалансный, потому что, как бы, кажется, ты ему не мешал, все равно он свои слоты выносит невероятно быстро по сравнению с другими героями. И это мешать ему надо очень жестко. Нельзя давать стакать. Если стакать, далее нельзя... Нельзя эти стаки давать забрать. Мы, в принципе, уже и на этом мажоре видели, как Алхимик проигрывал. Но вот эта вот стандартная его сборка сейчас через Армлет, далее идет Радианс, потом Манта Стайл, Акторин, и вот последний слот Шива, Травала, она все равно очень-очень жестоко напрягает. Во-первых, Армлет решил проблему нынешний Армлет с Армором для Алхимика, что было чертовски важно, потому что как раз из-за Армора его, в принципе, и могли пробивать хотя бы как-то. На данный момент, несмотря на то, что Армлет, после даже того, как его подняли, его немножко фиксанули, и полный Армор он дает именно после... Только во время, когда он включен, это все равно... Ну, не то, что имбово, но, по крайней мере, для Алхимика это, наверное, First Item. Ну, и все и так его и используют. Вот такой... И единственное, как, в принципе, подсказывают мне мои зрители, дорогие, они всегда со мной, так вот, подсказывают о том, что единственный способ на данный момент 100% закон треть этого Алхимика это его забанить. Надеюсь, Шазам поступает именно так. Также Doom в бане. Что можно сказать про этого героя? Этот герой, по-моему, во всех играх вот этих квалификаций не был забанен или пикнут только в одной игре. Вы просто представляете, насколько это популярный герой на данный момент. Притом популярен он для позиций 3 и 4, то есть третья позиция — это Hardline и четвертая — Support Roaming. Вообще, это, на самом деле, очень крутой герой. С Аферналом он стал очень... Ну, не знаю, мне он всегда нравился. Он, представляете, если грамотно использовать Doom, можно просто убрать вражеского керри из замесов на любой стадии игры. И, разумеется, это очень жестко. И убить его сложно за его земли. Да, ее там когда-то пофиксили, но она до сих пор не стала там менее... Ну, нет, то, что стало-то стало, она немножко слабее. Но, тем не менее, все так же приятно. Подхиливает. Enchantress Beastmaster в пике от Shazam. Ну, что можно сразу сказать по поводу этого пика? Уже есть какой-то даже неплохой подпуш. В будущем у Beastmaster появится Некра под аурами. Это очень-очень даже неплохо. Леон один из наиболее популярных саппортов на данный момент. И это неудивительно. Саппорт, которому вообще не надо ходить на базу. Почему так происходит, я думаю, все понимают. Есть у него Tranquilla, есть Monodrain, отличные дизейблы на любой стадии игры с появлением Даггера. Ну, конечно, Даггером он собирает на самом деле сложновато, потому что чаще всего это пятая позиция. У него всегда много денег надо тратить на варды и так далее. Но если ему дают этот быстрый Даггер, то это очень круто. Герой мне очень нравится. Один из, наверное, самых популярных саппортов, ну, еще вот Вичдоктор. И может, как роуминг, саппорт ЕС. Могут с ним только наравнись, на данный момент стоять. Lifestealer. Вернулся он как-то в последнее время в пике. И я даже не знаю, честно говоря, с чем это связано. Вроде бы, его и фиксанули немного в плане на шестом левеле уже нельзя залазить веншент крипа только с 11-го левела, то есть, со второго левела ультимейта можно это дело грязное творить. Если раньше это было на самом деле очень убого, я думаю, что очень многие со мной согласятся. Особенно те, кто его обузил в пабликах, использовали стратегию... Извините, я с микрофоном сейчас разберусь. Так. Использовали стратегию вот такого подпуша с помощью дракона. Вначале, представляете, когда у саппортов там какой-то пятый левел, и на тебя такой дракон идет, и атакует тебя постоянно. Причем тут даже саппорта. Его, в принципе, очень мало какие герои керри могли пробивать. Ну, что ему сделать, допустим, керри Эмбер Спирит или керри Спектра? Ну, до шестого левела ничего. Это как раз на данный момент очень популярные герои. Инвокер. Ну, по поводу инвокера, я думаю, ничего добавлять я не буду. Все и так знают, что и как. А вот давайте побольше поговорим о Виспе плюс Бристлбэк. Бристлбэк и так очень плотный. А что же ему даст Висп? Ну, я думаю, опять же, это достаточно стандартная связка, но я бы все-таки отметила ее минусы. В плане Бристлбэк, конечно, бьет силь... жить будет долго, но вот такого прям, чтобы жесткого урона с руки у него не будет. И зачастую его собирают как танка. под него нужен какой-то все-таки герой, который будет наносить дэмэдж здесь. И в пик последней скарат мага меня еще заставляет больше удивляться в плане кто же будет этим героем, который нанесет дэмэдж? Кто будет Кэрри? Получается, Кэрри будет Бристлбэк. Ему нужны айтемы и на урон, и на выживаемость. Кто потом будет пробивать Ластилера? Проблемка. Надеяться на одного инвокера, я думаю, что пока немного глупо. Да и Скай на данный момент совсем не актуален как саппорт. Вообще, мне кажется, это не совсем крутой пик, особенно против Ластилера. А вот пик Шазам мне очень сильно нравится. Инфест бомба с паком, отличная дизейбл от Леона, бестмастер пробивающий, вообще все. И энчантерес как в начале, я так понимаю, это будет такая, знаете, а-ля роуминг, ну, поможет и в миде, и сама может подфармливать. То есть пик на данный момент мне кажется просто идеальным. А вот Тим Фридом, честно, мне не то, что он кажется не совсем понятным, скорее не таким актуальным на данный момент. Герои-то понятно это здоровски, но как они это реализуют, опять же, один стан на команду, да, замедление, там, колдснеп от инвокера, но это такое, в отличие от отличных дизейблов у команды Шазам. Так. Ну что же, поехали. Первая карта Шазам против Фридом. Пики мы обсудили. Давайте же обсудим игроков Сан Би, Фридом, Сан Кинг, Фли, будет стоять на инвокере в миде, Икс Майк будет играть на Кэри, Бристол, Бекке, Джуби, Ион, Игл на саппорте Скайрат Маги. Команда Шазам Бракс будет стоять в харде со своим Бистмастером. Я так понимаю. Да. МСС Пак ТС Лайфстиллер СВЖ будет играть на Энчантрис и Джейсон Лай Леон. Леон. Прям как батончик. Эх, это такое, что-то вспомнилось. Ну что же, Лайны, в принципе, достаточно понятны на данный момент. по крайней мере, у команды Шазам так точно. А вот что по поводу Фридом? Как они расставят? Здесь, ну, инвокер, опа, опа, драка на рун. Я пошла, сразу убивает кабана, замедляет у нас Санкинга, но Санкинга, в принципе, убить было сложно. Практически, я бы сказала, невозможно, там его подкопчик, если что, был, ушел бы. Но Висп забирает руну и второй он забирает Пак. Понятное дело, что здесь Пак забирал бы. Понятное дело, что здесь бы отдавали Виспу, так как ему нужны, нужен быстрый Боттл. Я думаю, что этот Боттл уже идет к нему в курьере. И обратите внимание, куда пошел Висп вместе с Бристлбэком. Будет стоять он против Лайфстиллера, точнее, они против Лайфстиллера, разумеется, будет помогать ему здесь своему Лайфстиллеру Леон. Энчантрес на данный момент находится во вражеском лесу и будет пытаться выйти на инвокера в миде. Потому что почему бы и нет. Либо хотя бы помешать ему. А помешать она со своим слухом определенно сможет дать Паку какое-то начальное преимущество. Это, конечно, суперкруто. Когда в миде у тебя... Ну, это на самом деле очень здорово, когда у тебя какое-то хотя бы в начале преимущество. Пак заходит уже за тавер, он ничего не боится, понимает, что здесь никто не накажет, так как Дабла его сверху находится. Здесь Санкинг тоже был увиден на лайне. И вот только Аскай, если выйдет, не думаю, что они смогут что-то противопоставить. Энчантерс кто-то... Энчантерс вообще просто во вражеском лесу такая подфармливает. Честно, я думала, что она все-таки в своем будет из-за того, что Дабла на Харде. А может, сейчас перетяжка будет от Виспа. Висп притягивается у нас к Скайу. Я думаю, это будет... Просто они за руны пойдут. Надо как-то что-то делать с Паком, потому что Уокер будет проседать очень неплохо из-за того, что Энчантерс будет к нему выходить. Ну, здесь пока тусуется Скаймаг и будет пытаться как-то хотя бы что-то делать. Думаю, что достаточно неплохо. И Ферст Блад делает у нас Энчантерс с выходом со своим Бекинтавром вместе с Бистмастером на Санкинге. Пытался... Не было еще песков. В принципе, даже если были тут два Кентавра, шансов уйти было, скажем так, совсем немного. Как у нас на топе обстоят дела? Видим, что КС у Бристлбека выше, чем у Ластилера. на 4 крипа. Хотя вообще это только начальное. Я думаю, что КС, по КСу можно сказать, кто выиграл именно на минуте 10, когда уже что-то побольше швачки крипов прошло, но мы увидим, что здесь ненамного опережает набору крипов. Это на самом деле не решает. Особенно в начале. Итак, здесь выход Энчантерс начинает подпушивать ботом вместе с Бистмастером. пассивочка на 1 уже прокачена. Юзает сразу Глиф. Энчантерс пошла разбираться с крипами. Переманила себе катапульту. Тавр дефить Сенкингу будет сложновато. Поставил в песках, разве что постоит. Ну, хотя бы, знаете, хотя бы какой-то деф нет. Все-таки они заберут, если не с этой пачки, то со следующей. У тавра 240 хп очень сложно будет что-то сделать. Сейчас сенчантерс еще. С крипами тут разделается. У тавра нет шансов его просто лучше всего от заденать. И Сенкинг это понимает. Вообще, Сенкинга очень неплохой левел, так как он соус стоял. Пятый левел на четвертой минуте, это очень круто. Значит, ему бы его как-то реализовать. Даггер понимается нескоро. Пак берет руну Регена очень хорошая для него руна. Сможет понапрягать инвокера еще более жестко. По крипсату видим на 5 крипов он его обгоняет. А, кстати, по поводу Бристалбека на харде уже Найкс именно вровень с ним стоит. Пытается как-то наглеть Бристалбек, понимает, что его тут, если что, Вис подхилит, спасет в любом случае. Как-то надо начинать более активно играть, потому что фармить все-таки главстилеру не помешают они. Ну, как мы видим, не получается, по крайней мере, это сделать. Юзается у нас скан. И сразу увидели, что здесь тусит Скаймаг. Скаймаг здесь делает стаки. Стаки сможет потом заформить Бристалбек. Будет ли выход от анчантерс в миде? Напрягает пока своим совухом. Ну, по хп он его крайне сильно проседает. Реген у него как-никак очень на данный момент неплохой. приходит в лес. Видит, что он тут сможет сделать? Хотя бы попробовать троля добить? Нет, не добьют. Здесь Бистмастер шестого левела. Значит, можно с анчантерс изи забрать Санкинга. Надо его немного прохарасить. Вот как раз идеально все он делает. А данный момент в Сентри есть? Сентри нету. Были бы Сентри, тут у Санкинга не было шансов. Кстати, шестой левел Санкинга. Пошла сетка. Пески в колдауне. Ой, хороший подкоп. Но я думаю, на самом деле его здесь не спасет ничего. Замедление. Последняя тычка от Кабана. И фраг достается Бистмастеру. Вторая смерть для Санкинга. Ну, его тут понятное дело бы напрягала в любом случае анчантерс. А Скай перетягивается на топ. Пока Скай себя, скажем так, не то, что не оправдывает, просто слишком энчантерс кажется гораздо более полезной. Уже два фрага сделала, в миде помогла. Скай как пик, ну, сделал он пару стаков для своего Бистмастера. Но почему бы не взять тогда Лича? Я думаю, что это был бы оптимальный вариант на данный момент, потому что Лич сейчас в мете, если бы он крипов в миде ел, это бы сильно напрягало Фаака, помогало бы своему мидеру, а также сделал те же самые стаки. И плюс армор для того же Бристлбека, он бы был вообще неубиваемый. Ну, серьезно, это было бы наверное гораздо более полезно как пик. Ну, это был Скай. Хотя, честно, я на самом деле не увидела может Скай, может Забани или Чань не обратила внимания, поэтому ну, не обижайтесь пожалуйста на меня Фридом, если я сейчас этот момент упустила. Подпушивается лайн на миде, здесь разумеется тавр пока не заберут, однако полтавера уже потеряли. Бристлбек ТП в мид. Надо как-то дефить тавра, вроде бы пик агрессивный у них в плане Бристлбек вместе с Веспом. И здесь тяпанули Энчантрас вместе с Энкингом. У Энкинга если что есть подкоп, разумеется, здесь у Энчантрас нет никаких шансов. Наконец-то ее наказали за наглость. Но для этого скажем так перетянулось пять героев. Простите, четыре. Только Инвокер был на топе. Ух, а вот у Инвокера сейчас все так себе. Во-первых, по Крипстату, как я говорила, можно посмотреть. Зацепили Инвокера, Хекс, Дримкуэл, подкоп, сейчас пойдет замедление. И очень долго жил, поставил он свою стенку, однако это его не спасло. И фраг получает у нас Ластилер. Счет становится 1-3. Что можно сказать по поводу Инвокера? Только я хотела сказать, что у него все супер не очень, как стало еще хуже. Почему? Во-первых, как я говорила в начале, по КСу можно судить на минуте десятой. Вот на девятой мы уже видим, что практически в два раза опережает его противник, его пак. В принципе, видим, 47 крипов у пака он может поребрести свой даггер очень быстро, у него уже 1800 голды на руках, при том это уже с ботлом, со стиками, с сапогом, супер ранний будет блинк, и можно будет его реализовывать. Конечно, вот такой скай от пака будет просто супер страдать. Смотрите, пак 8-й левел, представьте, что он сделает с скаем 3-го левела. Не пожалел рор бестмастер в ская, и я думаю, что это абсолютно правильное решение. Мне крайне не нравится, когда жалеют какие-то сплы на даже саппортов, например, здесь мог бы скай попробовать задонать тавер, потеряли бы деньги. О, здесь еще стаки. Стаки фармил бестмастер, но в принципе здесь некому их будет заформить, разве что там бестмастер. Не, не смогут они никак заформить, я уже перегнула палку. там слишком маленький левел, ничего они не сделают. Кстати, не озвучила я один момент о том, что Мидас приобрел себе лайфстиллер. А почему бы и нет? Он хорошо фармил, опачки, прилетел даггер, я думаю, что сейчас будет выход какой-то в смоках. Это было здесь уже заформили стаки. Если бы они это сделали чуть раньше, вот в тот момент, когда стаки пытались фармить, это было бы, конечно, супер круто. как дефить. Вроде бы счет 1-4, но видим, что уже потеряли два тавра, видим, что супер ранний у пака даггер, Мидас есть у лайфстиллера, ну, короче, все невероятно. круг-то, однако, вот сейчас вроде со смоков никого не поймали. 4-й лэлл Скайя на 11-й минуте, ох, если бы это только был какой-нибудь лич. Релокейт, релокейт на топ, здесь степанули инвокера, однако взамен получили, убили Найкса. Ну, на самом деле не так плохо, как могло быть, Пак просто ушел, оставил своего Найкса умирать, говорит, ладно, убивали вместе, фраги вместе получали, деньги вместе зарабатывали, а как смерть, ну, ты уж прости, братишка. На самом деле, я думаю, что это, конечно же, абсолютно правильное решение, потому что мог подставиться еще и Пак, и это было бы уже хуже, чем просто смерть Найкса, притом они успели сделать фраг до этого, фраг достался как раз лайфстиллеру, поэтому для лайфстиллера это все равно размин в плюс. А вот для инвокера, который до сих пор без Мидоса на 12-й минуте, у него буквально чуть-чуть не хватало до Мидоса, если бы он не умер. Я думаю, что он так вот... Да, в принципе, только хотел сказать, что лучше бы он не на лайне стоял, а просто пошел в лес, ибо это как раз проблемно на данный момент. Формить где-то на лайне его будут с даггером Пака постоянно цеплять. Фест откатился, и если выйдет здесь Санкинг, можно опять будет попробовать его забрать. Тут просто вышел ластиллер, подфармливает, если увидит Пака, разумеется, не высадится, а так может и хотя бы подфармить, левел какой-то получить. ТПшка, если что есть, ему просто надо на ТП ухать. А-а-а, тут будет заход прямо за тавер. Под хостой находится у нас Висп. Рейдж ТП-аут идеально, и еще и Пак ТП-аут сделает. Нет, ну это просто супер круто, они сейчас ушли. Вот, конечно, это огромный плюс лайвстиллера, в том, что загангать его здесь просто нереально, потому что не было даже того же Бестмастера в пике, в плане нет вообще ничего, что могло контрить Ластилера, ничего, что пробивает БКБ. Даже, наверное, тот же Бэйн был бы полезен как саппорт в плане своего Финсгриппа, которого пробивает это все. БКБ, я имею ввиду. Тут убивают Рошана, однако приходит Бристалбэк, Бристалбэк жирный, с мекой, получает в рор лицо, и Ластилер крадет, крадет Аегу, потому что Силы Света забивают Рошана, ну хотя бы Рошана сами забрали, денежку получили. Энчантрас приобретает себе Мидоса, почему бы и нет, у них просто супер круто все, потеряли, кстати, Скай вместе с Элкит Гомусом, я не озвучила приобретение Даггера, так вот, Даггер-то появился, но Эмпицентр закастован, не был, что-то цепанули, и на этом все, в принципе, время, наверное, видим мы уже КС отлично, понимаем, какая примерно ситуация по ним находится, а вот общая ценность героев на данном этапе игры становится гораздо более интересной, и видим, что первое место занимает Бристлбэк, Бристлбэк, который формил Эншентов, который подстакивал ему Скай, должен сказать ему спасибо на данный момент, единственное, что он на самом деле сделал на карте, потому что до 6-го нет на 15-й минуте, а я вообще не представляю, как ему тут дадут раскастовать свой 6-й левел, он просто корм, и только что мы в этом убедились, у него нет никаких эскейп-обилок, у него очень мало хп, у него практически нет один армора, я вообще не знаю, что они хотели с этим героем сделать, честно. нет, я не хочу сказать, что прям супер это плохой пик, просто он на данный момент себя не оправдывает, вообще команды здесь играют профессиональные, поэтому комментаторы не я, никто либо другой наверное не могут сказать, что так как мы не игроки, что там было задумано и так далее, в плане пиков, ох, пак сейчас можно цепануть, пошла арба, подкоп, не успели, дается сайлент, санстрайк, мимо, но тут пак не уходит, наконец, типа, вообще он как-то немного нагловато потратил блинк, пошел такой за руной, говорит, я сейчас на 16 ее заберу, один, не было команды вообще рядом, и из-за этого из-за этого в принципе поплатился, что тут же сказать, начинается он с какой-то подпуш, вот один столовая уже появился ультимейт, сразу видно, дракон отпушивает неплохо, инвокер забирает тавер, инвокер, инвокер мидос имеет уже, по крайней мере с барабанами хотя бы что-то, энчант разберет инвиз, рор в бист мастера, наверное, на данный момент самый бесполезный рор, однако выжигается полностью мана, здесь степанули энчандрос, энчандрос отъезжает, бристалбэк пытается сделать тп, это что вообще, как такое произошло, он успевает взял от тп, дремкойл от пака, пак страдает, страдает, пак, скайз здесь скорее всего отъедет просто от некров, однако потеряли пака, и размен 2-2, однако, давайте заметим, что для команды фридем этот размен разумеется в плюс, так как забрали мидера команды шазам, плюс энчандросу, который мидер с 8-го левела на размен на 9-ый левел висп это на 11-ый пак, допустим, и 6-ого левела скай на энчандрос с 8-ого, я думаю, что понятное дело кому в этот размен пошел в плюс. Релокейт на топ, и тут Леона не оставили никаких шансов еще под санстрайк, в принципе, не было у него вариантов, и, кстати, именно фраг достался у нас инвокеру, Леон здесь пытался подфармить на блинк, до блинка еще 1000 голды цепанули, Бристол Пека поставили Дрим Койла, него полностью рассказ, еще и Рор получает, однако, однако, супер неудачный эпицентр от Санкин Гава, 0 героев, инфест бома надо грызть, как раз весь пас разбирается первым, ультимейт Скай нанес долл дэмэджа, прокаст от инвокера абсолютно ничего не смог изменить, и что можно сказать, это круто, здесь еще, неужели и инвокер умрет, ух, инвиз, топоры, но некра уже третьего уровня, поэтому не было никаких шансов, в 0 героев размен, это драка, 4 в 0, почему так вышло, а почему у нас Санкинг раскастовывается в 0 героев, а почему ульта Скай не подстана просто так, вот я думаю, что это ответы на наши вопросы, я понимаю примерно, что должно было быть, но, к сожалению, но, к сожалению, не получилось то, что планировалось, должен был прыгнуть Санкинг, подстанить кого-то, туда полететь, ульт Скай и прокаст Инвокера вместе с эпицентром от него Санкинга, однако закончилось это, закончилось это вот так, как закончилось, 4 в 0, да, потом забрали Леона, ну, что такое Леон, да, Леон, это саппорт, пятая позиция, посмотрите, по опыту, по опыту, кстати, не все так плачевно, как смотрится, 3000 это ерунда, но здесь есть Мидас, здесь есть еще Мидас, то есть они будут расти, графики будут расти в пользу Шазам очень быстро, потому что здесь таких артефактов, кроме как Инвокера, нет, а Пак свое и так выносит достаточно быстро, плюс еще Лавстейлер, подфармливать Ленчатра с лесу постоянно, проблема, так, так, а что по золоту, про золото забыли, это 4000, вообще, на 20, на 20, 21 минуте, это, 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 это немного, наконец-то, какой-то, экшен, сейчас, сразу два сканера, используют на карте, обе команды, пытаются присталбек забрать Тауэр, Тауэр, разумеется, он заберет, достаточно плотно с Вангвардом, есть у него также Даггер, я, честно говоря, даже немного удивлена о том, что не собрал он обратку, так как Бладмейл, сами понимаете, какой он сейчас жесткий, даже небольшой новый его фикс, когда клан ему чуть-чуть увеличили, идеально, ТП, 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 улетают, пытались здесь поймать, но хорошо, 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 мув, Тавр забрали, не смогли его задонайти, плюс смогли улететь. Мидос, Травола, приобрел Спейнвокер, вот не знаю, правильное решение покупка Траволов, у него и так в принципе айтемов нет, и до Аганима, как видим, еще, ой-ой-ой, сколько, а здесь Травола, и я понимаю, для чего они сделаны, то есть вместе, вроде бы, вместе с, прилетать к Бристалбеку и СПУ, которые Стрелокейта смогут нападать, сделать как можно мобильный пик, если не за счет айтемов, то вот за счет таких мувов выиграть. как вариант, это возможно совсем даже неплохо. Так, Санкинг, я в тебя верю, ты должен сделать хороший замес, потому что на данный момент, опять же, как пик Ская, если он взят под тебя, ты себя не оправдываешь совсем, потому что нужно что-то, нужно попадать эпицентром больше, чем по нулю. однако, Рор, прилетает на него Глиммер, здесь есть Некра третьего левела, Санкинг отходит, пытается его с урны подлечить Висп, маны на эпицентр нету, Бристалбек плотненький, пытается жить на развороте, надо лайфстиллера попробовать зафокус от Рейдж был в кулдауне, если бы успели его убить, однако, все же успевают, размен пока два в один, надо добивать Энчандр с даблкил у нас от Иксмайка, ой-ой-ой, на развороте, Кико, плотность на данный момент решает, кстати, Релокейт, пытаются словить Бисталбек вместе с Виспом Бистмастера, однако, Бистмастер замансовал, и на этом, в принципе, все закончилось, опять же, размен выгодный для, как раз, команды Фрида, потеряли они своего Санкинга, который в очередной раз не смог закастовать Эпицентр, в принципе, его зафокустили, скажем так, байтанул на себя, и потеряли Ская, но то, что Ская, вы как понимаете, неудивительно, у него уже шесть смертей, отлично, все мимо, Санстрайк, Санстрайк, вот, вот, Санстрайк оказался очень полезен, и, в принципе, убили, вот сейчас Ская хотя бы чуть-чуть левела себе и денежек поднял, потому что 500 голды, ему какой-то эскейп нужен прям, прям суперсрочный, не знаю, что он выбит, Глиммер, либо какой-нибудь Форс, однако, что-то, Форс, я думаю, было бы неплохо, потому что иначе его Ластилер будет сгрызать, а Некра уже третьего левела имеется всегда Даст, все же это профессиональные команды играют, не какие-то ребята, которые со мной в папочки играли вчера, и тут цепанули, опять же Санкинга, однако, Висп его спасает, ставится отличный Дрем Койл по четверым героев и на этом замес заканчивается, Бестмастер с Рором, Даггер, если что есть, можно попробовать кого-то цепануть, однако, прокасту пока нет на данный момент, в смысле нет Дрем Койла, Рор в А5 Санкинга, как же его хейтерят, Климер Кейп на Бристолбека, Бристолбек уходит, ставится стенка от Энвокера, поднимают на ветра Виспа, Виспа забирают даблкил от МСС и отлично отыгрывают сейчас Шазам Вроде бы Дрем Койл переждали, вроде бы, но этого не хватило Лайстиллер Саша Яша появляется у него все очень круто Давайте, в принципе, пройдемся по айтену команды Шазам Даггер Некра третьего левела Юла Дискорд а также Даггер Упака Лайстиллера только что отмечали Барабаны Мидас ПТшка Урна Энчентрес Леон с Даггером Леона появился его главный артефакт Дальше уже по необходимости можно будет собрать какую-нибудь например Линзу либо Форс либо что-то в этом духе чтобы быть гораздо более мобильным Чатрас пыталась сделать ТП однако вот хотя бы кого-то на развороте ну не то что на развороте за Рошана забрали и готовится атака от Пака вместе с Найксом я думаю что Бристалл пока никак не заберут у него еще Абузал есть поэтому он вообще-то и Паку может неплохо так по голове настучать но понимают что увидели только Бристалбека Бристалбека это не единственный герой которого вместе с Найксом на данный момент они забрать не смогут так тут конечно есть Аегис который было бы неплохо реализовать я даже не знаю может стоило даже Паку отдать хотя у Пака Юла если что скорее всего нет правильно сделали Пак вообще на данный момент неубиваемый когда у него появляется даггер Юла Арба плюс Shift если кнопки прожимать умеешь убить когда есть мана будет очень очень сложно да один раз СК зашел решили повторить но скажем так команда посильнее в принципе да и вообще это не знаю если один раз зашло не обязательно что зайдет всегда правда о боже блин крор в лицо нет только в Санкинга явно не пошло в Санкинга явно не пошло 0,7,4 вообще ребят вы видели хотя бы один эпицентр в этой игре я конечно могла пропустить ничего удивительного в этом я не вижу но по крайней мере скажем так я не видела ни одного хорошего эпицентра в этой игре вот это определенно будет верной фразой в данном случае инвокера мидас мидас надо заюзать не ну мидас купил а заюзать не купил отлично он заюзал подпушивают они бот вместе с брестлбэком и виспом под оверчаржем тавр забрали однако тут мид ломают прилетели на самом деле разумеется драться им на данном этапе будет не очень круто потому что там есть аегис и из-за этого можно так сказать проблемно ну по крайней мере тавр разменяли на в данном случае это неплохой размер для них так как у них вообще графики надо давно было открыть а по графикам если честно я ожидала другого мне казалось что преимущество у шазам должно быть повыше хотя бы экспириенсу за счет мидосов однако нет а по деньгам фридом уже ведут я вообще не знаю как это возможно брестлбэк все же 406 3000 голды еще сверху имеет что же ты купишь себе брестлбэк мне интересно что же будет за следующий айтем будет ли это тараска вообще тараска наверное не такой уж идеальный артефакт на данном этапе почему есть вроде бы юиспи сам ты уже плотный есть у тебя вг в плане уже теперь обузал но в целом вы понимаете к чему я веду нужен какой-то и дэмэдж с руки чтобы потом в будущем того же лайвстилера ломать в общем мне казалось что честно я думала что лайвстилер не совсем крутой выбор брестлбэк не совсем крутой выбор против лайвстилера тем более попозже у тси появится больше айтемов на урон появится какая-то кераса и уже будет проблемно там в принципе потом будем сгрызать уиспи 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 глимер кейп давайте пройдемся по этому очень все плохо тут глимер кейп имеется 1400 голды сверху урна арканки более-менее нормальная брестлбэка я вам показала инвокер приобрел аганим и это будет хекс хекс это идеальный выбор в данном случае так как надо как-то убивать лайвстилера нужны какие-то дизейблы потому что на данный момент дизейблов ноль ну я бы конечно отметила дизейбл стан ансенкинга однако однако как мы видим на практике этого стана все время нет бкб бкб решил себе приобрести все-таки на плотность урона бкб дает совсем немного даже не знаю правильный ли выбор вообще как вариант вполне неплохо потому что опа получает урора пошли некра оставляет его без маны совсем без маны подкоп ой ну тут вис просто забрал своего кэри подхилил его кэри готов драться кэри готов драться цепануть у Леона даггер 2 1 бинг тп ну уже где же ты санкинг не пошло ну что сказать вообще рор потратили опять же за рор убить бестмастера нереально простите брестлбека нереально с бестмастером но зато можно ему выжить всю ману и это как один из не знаю как вариантов его в принципе контрить хотя бы как-то хотя бы что-то делать чтобы он был не таким опасным гем гем есть у бестмастера и это значит что глимер кейп спасать больше не будет тут наверное скай пытается так же себе собрать тот же самый глимер опять же посмотрите какие замечательные варды от команды шазам в лесу здесь здесь вообще никак не могут выйти со своей половины карты вот просто посмотрите как бы они не пошли в любом случае это шазам увидит ну если разумеется это не сделать через смок однако я думаю что если все герои резко пропадают с карты редко кто пойдет один гулять к себе в лесочек опять же будут держаться вместе и почему нет давайте пройдемся по айтемам наконец-то по айтемам команды шазам и конкретно по энчандрес очень у энчандрес 15 левел в отличие допустим от sky у которого 11 это также саппорт ох миди 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 был замес бристлбэк тут получил неплохо однако все как я говорила забрать его будет очень сложно подкопали некров уже неплохо санкинг продолжай с некрами разоблечь знаете некрами вообще это много денег если что и это я конечно пытаюсь шутить но как я уже говорила шутки никогда не были моей сильной стороной но тем менее денежку всегда приятно санкинг также у нас находится в смысле имеет гем другие айтемы в принципе уже были показаны здесь 2000 голды сверху я думаю что для него наверное идеально какая-то будет шива как вариант и заход на хг от команды фрим вешается алакрити на бристлбэка от инвокера ее залегли бристлбэку пока по барабану висп даже не цепляется к нему виспу надо стоять в такой в такой позиции чтобы просто никак его не было возможности цепануть ибо на виспа вся надежда санкинга сразу же сбривают ставится опять же не очень хороший ультимейт от ская наносящий просто ноль дэмэджа ну замедление от виспа релокейт был не совсем в правильную сторону емп пак добивает у нас виспа висп потерял все же гем который взял он из выпавшего санкинга поднимают на вестра бристлбэка инфест надо добивать 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 добили притом доминейтинг забрали у бристлбэка заход на хг закончился просто полной неудачей ну санкинг эту игру скажем так на данный момент завозит для команды шазам к сожалению нет даже на самом деле это я опять же шучу в плане его очень тут скорее не санкинг завозит он грамотные действия от бестмастера забрали на развороте Леона можно цепануть откатиться блинг но все же забрали пака пака отлично потому что пака забрали за 601 золото сейчас можно попробовать забрать Рошана и вот по поводу команды шазам здесь дело-то не в санкинге понятное дело что если бы у него была возможность он бы там и копал и эпицентр раздавал тут стоит отметить хорошую игру бракса который все время его фокусить со своего даггера и рора они его просто разбирают а что может сделать санкинг у него эскейп любой герой которого будут фокусить за рор кроме как я уже отмечала бристлбэка будет просто умирать байбэк от пака надо дефить Рошана у Рошана пол хп остается пошли ветра врывается как раз бестмастер на того же скай скай раскастоваться не успел мек опять же теряют гем под бкб бристлбэк санкинг не выдерживает я должен буду что-то сделать но пока получается все не супер удачно пока на байбэк развели притягивается висп к бристлбэку однако это было слишком поздно я честно говоря уже хотела сказать что отъезжает у нас здесь пак и он отъезжает виспа и он отъезжает от пака пак добивает его арбой минус 5 это 5 в 0 но помним пак конечно выкупился сейчас просто заберут Рошана и пойдут заканчивать санкинг выкупился и оказался никак не смог помочь своей команде это грустно ох что же тут сказать на самом деле все статистики говорят сами за себя и если инвокер мне нравится если бристлбэк под виспом на самом деле очень сложно убиваемый и много делает я хочу даже отметить что X-Mike отыгрывает вполне себе на уровне то пик Sky и SK все же я позволю себе его критиковать при том не я позволю себе критиковать я думаю что игра позволяет критиковать его я понимаю что один раз получилось скажем так зашло но если у тебя получается что-то у тебя такой пик рор за который 100% будут убивать плюс инфес бомба леонс столько хороших дизейблов и такая хорошая агрессия именно качественная агрессия в плане прыгать леонс хексат и очень редко чем сможешь увернуться не хватит тебе даже скорости прожать те же пески и опять же тут что касательно песков кстати опять отъезжает у нас санкинг уховиспатцы по 0 ну вот как я говорю просто опа уховиспатцы по 0 ну вот как я говорю просто опа ну даггером конечно блин станом промазал но с даггером леон просто супер опасный убивают виспо уже знаете начинается такой ну скажем мини фит потому что в принципе проигрывают они они понимают что они проигрывают и уже в таком случае когда лучше бы кажется наоборот собраться однако однако обычно это команд расстраивает нежели сплачает поворачивается сразу спиной а так его атаковать даже никто не пытался под алакрити ну что же ты сможешь сделать под алакрити брестелбек соло такое не затащить да есть инвокер у инвокера кстати несмотря на такой провальный старт в начале игры все в принципе на данном этапе очень очень даже неплохо однако я бы сказала лучше чем неплохо потому что на данном момент он находится на первом месте по натворцу когда его команда проигрывает по фрагам больше чем в два раза скай а скай приобрел свой эвэлвит эскорт все же не решился купить какой-то айтем на выживаемость на самом деле честно я даже не могу представить сейчас спанули инвокера эх не могу представить что должно появиться у скай чтобы его за прокаст не то что не даже за прокаст если его цепанут ну что ему тут поможет ничего потому что елеон с кекса цепляет он никак не уходит найкс так же если пак так тем более пак кстати аегис кираса появляется у брестлбэка не знаю сейчас будет наверное один из решающих замесов в плане пойдут шазам по ботлайну здесь тавра нет то есть вышка не сможет их никак не остановить плюс сейчас двойной урон покажут может пак было бы неплохо найкс его какому не взять однако найкс уже в инфесте в бестмастере и если кого-то они в любом случае кого-то цепанут кого-то да они точно убьют за этот даггер и инфест пошли некра здесь должны какие-нибудь ветра и мп пойти от инвокера просто забрали барак до сих пор внутри бестмастера находится найкс ой хорош форставь найкс даже не влазил подкоп от санкинга пошел туда рассказ кая энчант разобрали энчант разобрали под бкб бристлбэк можно попробовать догнать кого тут догонишь однако релокейт на опережение от виспа вместе с бристлбэком висп тут уже не уходит бристлбэк остается один против троих надо как-то цеплять санкинг даггер через одну секунду откатится пак цепануть нереально можно попробовать хотя бы бистмастера бистмастера убить можно будет замедление от бристлбэка приходит на экс вгрызается в лайстиллера лайстиллер под гаст под волком уходит инвокер под волком простите ставится стенка от его инвокера продолжается замес скай разбирает емп на отходе и бристлбэк вместе с инвокером все же выживает размен на двух саппортов двух саппорта и санкинга который как хардлайнер тут можно так сказать хардлайнер 2 в 3 но аегис выпадал или подождите убили или аегис а да только что закончился сразу хорошо я поняла цепанули тси байбэк от ская надо тси убивать потому что у него нет никакого на данный момент эскейпа убили отлично притом забрали мегакил достался он скай который потратил байбэк улетели здесь потеряли лайфстилера на барак вот так можно сказать да там еще умирал энчандрес вместе с но как-то отбились как-то отбились и игра у нас будет продолжаться по опыту вот уже какое-то весомое различие в 14 даже 16 тысяч по экспириенсу по золоту это около там дельнах так цепанули энчандрес уходит хекс хекс на бистмастера выпадает гем инвокер киллинг сприп до сих пор первое место у нас по надфорсу занимает слушай санкинг если ты выиграешь эту игру я буду просто это будет новая мета взять санкинга подкопчик пошел в энчандрес опять ее не забрали неплохой дримфойл убивают у нас виспа байбэк от бистмастера пошли ветра будут ли кого-то чезить пак блинг ээээ санкинг ну ну ты чего ты чего что же ты творишь не понятно дело пака пытались убить ну как понимаем что пака убить очень очень сложно давайте посмотрим что у нас на данный момент изменилось по айтемам персу приобрел себе санкинг хекс ленка даггер аганим мидас травела 4 500 на руках у инвокера 3 800 на руках у бристлбека скайн скайн ничего не изменилось и вряд ли что-то изменится в ближайшее время потому что байбэк он тратил бистмастер владмирс некро форс очень на самом деле это крайне полезный бистмастер с кучей аур плюс некро идеальный закуп я думаю что сейчас приобретет себе какой и для инициации даггера и вообще все что нужно присутствует может шива какая-то может даже хекс почему в будущем будет так же неплохо инфест бомба от пака плюс найкса мсс плюс тс тут сейчас давайте откроем выкупы байбэки вот что сейчас становится более важным и начнется стычка кто же кого первый увидит сразу линка была сбита все инвокера инвокера надо забирать первым инвокера забирает от него сразу же байбэк потеряли уже так же виспа вместе с скаем байбэк от виспа вместе с инвокером бьют бристолбэка бристолбэка еще и дэмэдж дабл дэмэдж был однако его сгрызают потеряли в одно размен только одного леона саппорта и на три байбэка если сейчас умрет еще и санкинг будет крайне неприятно а санкинг погибает опять не раскастово он был в эпицентре почему же не успел вроде был форс мог бы то сделать его как мне кажется честно говоря по-моему там либо секунда была кулдауна и я не увидела сразу либо он его да нет я думаю что если бы была возможность он бы его просто прожал инвокер отключается он с игры я бы тоже отключилась с такой игрой игрой а бадона от хмайка я знаю я знаю кэрри а вот то что санкинг был это я тоже знаю но вот по поводу скай все же эта любовь к этому саппорту для меня на данный момент непонятно так как я на данном в данном патче вижу да не только я давайте я буду скажем так основываться на словах наших аналитиков многоуважаемых и например энесса который я думаю определенно со мной согласится и по поводу того что можно было выбрать саппорта гораздо более подходящего в данном пике например тададам это лич например это вич доктор например это ест я там ест 100% по не был но вообще как вариант это было бы гораздо полезнее ладно если не есть ну вот лич либо вич доктора наверное было бы и более да у вич доктора у него хотя бы какие-то каски есть чтобы помочь своему у него есть подхил у него есть десвард который если поставить хорошо вы знаете сколько он может урона нанести в замесе забирают рашан а достается у нас лайфстиллеру сразу сейчас я думаю что пойдет инфест бомба и байбеков у команды фридом теперь нет x-маг на самом деле неплохо отыгрывает да и у инвокера все 668 статистика но он как-то не зашел санкинг не зашел бывает тут сыр он чает раз есть аганим она уже с руки также наяривает очень очень неплохо до 500 сверху bkb за вкусе и будет опять же достаточно сложно плюс пассивка bkb хилл это надо трава у бестмастера есть немножко отпушить топ-лайн и может либо помиду пойти а тут tower можно догрызть тут товара 150 хп я думаю что это идеальный вариант чат раз также с траволами поэтому если что она готова будет прилететь на топ не давать подпушиться ботому пак клинка опять же идеальный выбор для него и стал еще более уязвимым никак его даже за хекс вокера не поймать пойдут ли боятся боятся хотя я на самом деле не знаю чего им тут боятся потому что байбэк есть у санкинга хотя не думаю что этот байбэк что-то сможет решить ох пристал бэк он пытается байтить на себя на самом деле как я понимаю рор в пристал бека инфес начинает однако сразу же висп его спасает это был как я поняла байт ну хотя бы на что-то развели санкинга не успели убить в этот раз удивительно будет прилетать висп висп конечно же здесь развод получился не самым грамотным если бы висп выжил то не было бы рора пришлось бы хотя бы понимать что никого не забрали и более с его вас играть линкин сфера на ластиллера под рыжом башня падает крайне быстро сейчас переждать подкоп полностью все в ластиллера ластиллу даже аегис не сбили не думаю что самое правильное решение однако размен на энчантрас энчантрас не успевает съесть сыр под бкб инвокеров неплохой прокаст под рейджом находится лайфстиллер рейдж заканчивается не забываем есть еще у него также аегис байбэк от энчантрас не добивали кстати инвокера успел он тис дамы же не хотела пытаться фласками откилиться под смоком надо как-то 9 свои бараки опять же инфест санкинга убили выбивают аегис емп от инвокера не попадает ни по кому подкоп сразу же в лайфстиллера лайфстиллера выталкивает замечательный дрим койл с аганимом сбивает линкин сферу инвокер инвокер на развороте забирает лиона бристолбэк после байбэка 3 полкил от энчантрас и это good game well played от команды freedom шазам первую карту забирают и падает трон поздравляю команда шазам с первой выигранной игрой молодцы отыграли качественно здорово и я их принципе это было ожидаемо мы все ждали как раз такой игры от них ну что дорогие друзья отдохните пока немножко от меня и сразу же вторая карта